Врачебная ошибка или что-то еще в Суздальском суде спустя полтора года после смерти 13-месячной девочки начался процесс над врачом Татьяной Быстровой. Фамилия этого медика в трагедиях с детьми звучала не разу. В декабре 13-го от асфиксии в Суздальской ЦРБ скончалась девочка, а через месяц после инъекции глюкозы от диапетической комы умер трехлетний мальчик. Во втором случае вина бывшей зав. отделением педиатрии Быстровой не обнаружена, а вот по делу скончавшейся девочки суд начался. Почему Быстрова не признает себя виновной? Подробности в нашем репортаже. Полтора года. Именно столько времени потребовалось следствие, чтобы передать дело в суд. Именно столько времени уже нет на свете Ксюши Никитиной. 13-месячная девочка вдохнула инородный предмет. От асфиксии малышка скончалась. По версии обвинения, теперь уже бывшая заведующая педиатрическим отделением Суздальской больницы Татьяна Быстрова не оказала должной медпомощи. Без слез и успокоительных Наталья Никитина, мама девочки, наблюдать за судебным процессом не в силах. Очень тяжело. То есть это всегда успокоительное средство. Это очень тяжело. Я не знаю, как это серьезно пережить. Вот прошло уже полтора года, и до сих пор все болит и очень сильно. Я не знаю, как. Серьезно. Ксюша Никитина в приемное отделение Суздальской больницы поступила 30 декабря 2013 года. Причем обращались за помощью два раза. Утром, осмотрев задыхавшуюся девочку, медики оснований для лечения не нашли. Назначение педиатр Татьяна Быстрова сделала лишь во второй раз. Девочка, конечно, была очень тяжелая, синего цвета, серая такая, очень тяжеленькая. Вот. Татьяна Сергеевна сразу посмотрела ее всю, значит, сказала, что нужно сделать там инъекцию. Еще полдня девочка пролежала в реанимации под капельницей и кислородной маской. Причем долгое время, как рассказывает мама Ксюши, в палате они находились одни, без врачей. Что же делала педиатр Быстрова? Ну, назначала капельницу, лечение назначала. Звонила у Владимира, ходила из приемной, это я, как я знаю, раз, два или три. К нам заходила, ребенка, помню, слушала. Один раз, по-моему, это было. Не исключено, что у единственного на всю больницу педиатра Быстровой было более важное дело, чем спасение 13-месячной девочки. 30 декабря на носу Новый год. О том, что в больнице планируется корпоратив, медперсонал знал. Ну, я слышала утром, ну, как там, наверх я пошла, я же, как тут еще другие опять исполнения, пошла наверх тут. Слышала же, я даже не вспомню от кого, что в хирургии хотят, там, ну, вот, будет. Мне как-то, да, это неинтересно, мне, то есть, ноль эмоций. Хирургии, да? Ну, говорят, что в хирургии что-то будет. Почему реанимация из Владимира ехала так долго? Почему не вызвали авиацию? Почему в Суздальской ЦРБ нет условий для лечения тяжело больных детей? Ведь простейшая эндоскопия могла спасти девочку. Вопросов еще на этапе следствия было много. Кстати, сейчас в райбольнице мало что изменилось. Быстрову спустя 4 месяца после трагедии все-таки уволили. А педиатрическое отделение по-прежнему состоит из одного врача, который и заведует подразделением. Лечение экстренных больных детей по-прежнему невозможно. Что случись, вызывают реанимацию из Владимира. Почему не смогли принять меры полтора года назад, не знает даже сама Быстрова. Почему умерла Ксюша Никитина? Вы же пришли на суд. Выясняйте. Ну, по вашей версии. Версия? Предложить свою версию врач с 27-летним стажем так и не решилась. Вы считаете себя виновной? Нет. Почему? Вы сделали все, чтобы спасти ребенка? Я сделала все. Я. Все. Все ли сделала Быстрова для спасения Ксюши Никитиной, определит суд. Статья, по которой проходит это дело, предполагает до трех лет лишения свободы. Но случаев, чтобы врачи за свои ошибки получали реальный срок, во Владимирской области еще не было. Александр Инин, Алексей Соков, Александр Мажаров, Шестой канал. Отвечала больше двух часов. Сегодня губернатор региона Светлана Орлова провела долгожданную встречу с журналистами. Последний раз пресс-конференцию Орловы давала аж полгода назад. Что интересовало журналистов сегодня, кто больше всего жаловался губернатору, и как сама глава региона оценивает итоги своей работы, расскажет Алексей Соков. Пресс-конференции губернатора ждали долго. В профессиональных кругах даже ходили слухи, а не решила ли Светлана Орлова информационно прикрыться. На мероприятиях-то выступает, а вот беседы с журналистами не было с января. Теперь пообещала губернатор встречаться будем чаще. Я думаю, раз в месяц это будет, может, тем не быть. А вот раз в квартал, мне кажется, если мы возьмем такую за правила раз в квартал, я готова. Просто вы знаете, я открыта, меня ничего не пугает, я на любые вопросы отвечала, отвечаю, буду отвечать. Отвечала сегодня губернатор 2 часа 18 минут 55 секунд. Задан был 41 вопрос. От глобальных перспектив развития региона до проблем местного значения. Рекордсменами стали областной центр и Александров. По 4 вопроса оттуда. На один меньше, из Коврова. По два вопроса о Граховце, Гусь-Хрустальном, Кольчугине, Покрове и Муроме. По одному о проблемах Суздаля, Радужного и Вязников. Поделилась губернатор и региональными достижениями. Приток инвестиций на 8,5 процентов. Объем отгружаемой продукции 136 миллиардов. Выросла и собираемость налогов на 8 процентов. Одна медовуха дала на 2 миллиона больше налогов. Но пить, по уверениям губернатора, стали у нас в области меньше. Очень пьющая область была. Кишечные, эти желудочно-кишечные заболевания. Когда я стала выяснять, почему у нас рак в таком большом количестве. Это тоже все было связано с пьянством ни одного дня. Понимаете, да? И ни одного года. Его удалось преодолеть, считает губернатор. Оттого и рождаемость в регионе увеличилась. Поинтересовались у губернатора о судьбе амбициозных проектов. В наш регион приходит компания Яндекс. Волгобасово, при кемнению скептиков, строит завод. От аэропорта в Добрынском тоже не отказываются. А вот другой амбициозный проект Орлова не спешит поддержать. Дизайнер компьютерной графики Валерий Спиридонов готовится к трансплантации тела. Но помощь от областной власти не чувствует. Даже места для проведения операции по пересадке тела пока нет. Почему бы у нас специальную больницу не построить? Нет, ну больницы, где же мы сейчас деньги возьмем на строительство больницы? Вы тоже мне предложите. У нас своих проблем огромное количество. Я не готова сейчас ответить на этот вопрос, да? Но поговорить с ним я поговорю с ним еще раз. Зато во Владимире может появиться оперный театр. Музыкальная экспедиция, устроенная обла-администрацией, снискала интерес жителей региона, рассказывает Орлова. Такое учреждение, как оперный театр, будет востребовано. Мы работаем с Министерством культуры, подготавливаем документы. Владимир, думаю, достоин такого учреждения культуры. Поговорили и о чиновниках на местах. Скоро в районах выборы у Орлова и большие надежды. Больше молодежи должно приходить. Не надо этого бояться. Считаем, может быть, даже нестандартные люди должны прийти. Ну вот посмотрите, пришел новый глава Покрова. Он же не боится. Он пошел, встречается с людьми, про парк говорит, про дорогу обсуждения начали вести и так далее. Кстати, о Покрове. Губернатор узнала, что жители возмущены капремонтом М7, после которого город может быть разделен на две части. Орлова пообещала вернуться к проекту и попытаться его пересмотреть. А еще пересмотреть Орлова предложила бренд области. Правда, какой был до этого, непонятно. Но нужен новый. Обещали даже объявить конкурс на его создание для дизайнеров и обычных жителей города. При разработке бренда можно вспомнить, что изменилось в области с приходом Орловой. А сделано, по ее же убеждению, немало. 9 сентября будет два года моей работы. У меня отчет на 500 страниц. Доклад о своем двухлетнем пребывании на посту избранного губернатора Орлова пообещала представить перед ЗАГС собранием в сентябре. Алексей Соков, Евгений Токарев, 6 канал. Уступи дорогу сотрудники ГИБДД и противопожарной службы сегодня провели совместный рейд. Они проехались по улицам города с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами, чтобы выяснить, как водители ведут себя на дороге, встречая машины, которые экстренно спешат на помощь. Василий Косенко наблюдал за происходящим. Водитель обязан уступить дорогу машине скорой помощи или противопожарной службы с включенными опознавательными сигналами. Конечно, если автомобиль может маневрировать. Но, как показывает практика, в некоторых случаях автолюбители грубо игнорируют правила дорожного движения или мешают проезду спецтранспорта из-за невнимательности. Когда случается пожар, естественно, пожарные спешат на помощь. И когда вот случаются такие ситуации на дороге, то есть люди просто-напросто не пропускают. То есть дорога каждая секунда. Потому что каждая секунда может стоить человеческой жизни. Такие рейды противопожарная служба и ГИБДД проводят ежеквартально. Говорят, вынуждены напоминать водителям о первоочередном праве проезда спецтранспорта. Первое нарушение фиксируют уже через пять минут. На перекрестке водитель такси не уступил дорогу машине пожарных с включенной мигалкой. Сирены я не слышу. Ехал на зеленый сигнал, светофор. Со скорой 60 километров. Мгновенно остановиться я не мог. А остановиться и заблокировать перекресток, что толку, если я остановлюсь, когда машина мне практически уже в бок уперла. Однако после просмотра видео нарушение водителю кажется уже более очевидным. И тут вы нам перед носом. Видите вашу машину? Почему вы не встали? Казалось бы, о том, что нужно уступать в экстренных случаях дорогу, знает каждый, кто даже не управляет машиной. Но вот уже второй водитель вовремя не останавливается на перекрестке. Подобные транспортные средства, если они движутся с включенными проблесковыми маяками звуковой сигнализации, всегда спешат кому-то на помощь. И это могут оказаться и близкие тех же участников дорожного движения. То есть в данном случае хотелось бы, чтобы данные транспортные средства проезжали беспрепятственно на максимальной скорости для движения. За такое нарушение грозит либо штраф в размере 500 рублей, либо лишение права управления автомобилем до трех месяцев. Как отмечают в МЧС, проблема существует не только на больших дорогах. Часто спасатели не могут быстро заехать во двор дома, поскольку проезд затрудняют припаркованные автомобили. А цена даже небольшого их опоздания иногда оказывается неизмеримо высокой. Василий Косенко, Артем Горчаков, Шестой канал. Каждый десятый школьник Владимирской области пробовал наркотики. Такую печальную статистику приводят наркополицейские. Сегодня, в Международный день борьбы с наркоманией, в региональном управлении ФСКН подводили итоги работы и делились планами. Главные силы должны быть брошены на борьбу с наркоманией в молодежной среде и реабилитацию наркозависимых. Подробности расскажет Алексей Дудин. По приблизительным подсчетам аналитиков, в области 72 тысяч человек хоть раз в жизни пробовали наркотики. Из них 20 тысяч употребляют регулярно. Немало среди наркопотребителей и подростков. Что тревожит больше всего, порядка 7 тысяч школьников, подростков, имеют опыт употребления наркотиков и психоактивных веществ. Это каждый десятый школьник. При выявлении наркопотребителя в стенах учебного заведения, коллектив, педагогический коллектив, получает положительную оценку, а не отрицательную, как было раньше. Чтобы уберечь детей от психотропных веществ, проводится большая работа по профилактике. Ребята, добившиеся определенных результатов в спорте или учебе, рассказывают своим сверстникам о последствиях пагубной привычки. Говорят о вреде героина и гашиша и с помощью театральных постановок. Немало сил и средств тратится на социальную рекламу. Главное, не говорите подростку, и мы сейчас идем не того, что это вредно, а предлагать сразу конкретной формы их занятости, их позитивного досуга, их такого полностью включения в какое-либо другое не менее интересное мероприятие. В этом году в области впервые прошел конкурс «Ночной клуб свободный от наркотиков». Ситуация в сфере ночного досуга постепенно оздоравливается. Если в прошлом году из 23 задержанных у 14 пробы дали положительный результат, то в этом году задержанных всего 8, а под действием наркотиков из них оказалось только двое. У нас приходит народ и действительно веселится. То есть нам какой-то выгоды, какие-то таблетки, смысл от этого вообще никакого нет. Самая здоровая обстановка в ночных клубах Коврово, Муром и Гусь-Хрустального. Областной центр в этом списке не значится. Зато у нас в поселке Содышко открылось первое в своем роде стационарное отделение для реабилитации наркозависимых. Рассчитано оно на 15 койко-мест. Однако пройти лечение добровольно соглашаются всего лишь 10% наркозависимых. Мотивация у них бывает на очень короткий промежуток времени, когда идет состояние отмена. Все остальное время при употреблении наркотических веществ обратиться заставить достаточно сложно. Владимирский регион не привлекателен для распространителей наркотиков. Тем не менее, чаще всего задержание наркопреступников происходит в Петушинском и Александровском районах, а также в городе Радужный. В Международный день борьбы с наркоманией лучшим полицейским вручили государственные и ведомственные награды. Алексей Дудин, Максим Самсонов, Шестой канал. На какой взятки поймали сотрудника ГИБДД и какую улицу еще закроют в городе для движения? Смотрите коротко далее в нашем обзоре. Виновный в смерти по неосторожности не понесет наказание. В Коврове мать оставила двух малолетних детей на своего сожителя и пока была на работе. Пятилетняя девочка выпала из окна и погибла. На сожителя завели уголовное дело за то, что не досмотрел за ребенком. И хотя следком доказал вину 28-летнего Романа Пожарного, в колонию его не отправят, поскольку парень попал под амнистью. Кстати, мать погибшей девочки сожителя простила. Сотрудника ГИБДД поймали на взятки. В декабре прошлого года, стоя на автодороге Гусь-Хрустальный, поселок Уршельский, инспектору попался пьяный водитель. Искупление греха было оценено в 30 тысяч рублей. Деньги привез отец водителя, который успел позвонить в полицию. После того, как инспектору дали взятку, его задержали. Суд назначил ему три года условный штраф в 1 миллион 200 тысяч рублей, что превышает размер взятки в 40 раз. Еще одну улицу закрывают в связи со строительством Лыбецкой магистрали. Речь идет об Устинолабе от пересечения с улицы Луначарского до площади Фрунзе. До начала отопительного сезона там будут перекладывать магистральные сети теплоснабжения. В связи с этим улицу Устинолабе закроют утром в понедельник. Раньше с сентября не откроют. Маршруты 10-го троллейбуса, а также 2-го и 28-го автобусов будут изменены. Полицейские области показали мастерство вождения. Во Владимире прошел чемпионат по автомобильному многоборью. Его посвятили памяти сотрудников ГИБДД, погибших при исполнении служебного долга. Стражи порядка сдавали теорию и практику вождения. Демонстрировали умение владеть оружием и физическую подготовку. Подробнее в материале Никиты Каргаева. Это не кадры из фильма в жанре боевик. Скрип тормозов и виск покрышек. Полицейские нарезают круги, выполняя различные элементы. Ездят восьмерки, разворачиваются в коридоре, ставят автомобиль в боксе на стоянку, а также водят змейками. Стражи порядка сосредоточены, ведь точность и скорость вождения – залог успеха в чемпионате УМВД России по автомобильному многоборью. Более 40 участников со всей области съехались во Владимир, чтобы доказать свой профессионализм и побороться за звание сильнейшего. Проверяем их не только знания теоретические, практические тоже навыки вождения. Также стрельба у них тоже включена в данную упражнение. То есть все, что сотрудник должен уметь быстро выполнять упражнения, решать задачи, возникающие перед ним. Поэтому все это входит в данный мероприятие. На автодроме полицейские показывают навыки профессионального маневрирования. На начальном этапе стражи порядка максимально быстро подбегают к машине, пристегиваются, включают свет и выезжают на трассу. Для экипажа из города Судок до элементов казались несложными. Полицейские признаются, чтобы успешно проехать трассу, необходимы профессиональные навыки вождения автомобиля. Роль штурмана тоже немаловажна. Объясняет, куда заехать. Главное, чтобы не прозевать поворот. И он говорит, сейчас сюда заезжаем, сейчас сюда, сюда, налево, направо, задом. Объясняет маршрут. Автомобильное многоборье – необычное состязание. Самая сложная его часть – профессиональное маневрирование. Полицейские часто работают в экстремальных условиях. Задерживать нарушителей приходится в погонях. Умения и навыки такой езды просто необходимы. Оперативных случаев их, так скажем, в моей практике не очень много. Они, естественно, бывают всегда. Но здесь, опять же, трассы подготовлены, более-менее асфальт. Но в некоторых местах приходится так, что ехать и по полевым дорогам, и, так скажем, где-то в сараях, в гаражах, где дороги, как говорится, нет. То есть приходится немного брать что-то из личного опыта, посмотреть на дорогу, оценивать всю дорожную обстановку. Соревнования проводятся в нашей области уже второй раз. Победитель определялся по сумме баллов по итогам двух дней. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут представлять нашу область на всероссийском этапе чемпионата. Никита Каргаев, Александр Мажаров, Шестой канал. А ты готов к труду и обороне? Молодежная дума области решила на личном примере показать, что нормы ГТО под силу каждому, и устроила тренировку сдачи нормативов. Продемонстрировать физическую подготовку пригласили и старших коллег из ЗАГС собрания, кто согласился сменить строгий костюм на спортивную форму. И что из этого получилось, расскажет Оксана Любимова. Устроить такую тренировку сдачи нормативов ГТО предложили члены молодежной думы. Протестировать спортивные возможности пригласили старших товарищей из ЗАГС собрания. Откликнулись немногие. В спортзале спикер областного парламента Владимир Киселев и депутат Лариса Емельянова. Я думаю, что те депутаты, которых мы пригласили, они по разным причинам сегодня не смогли прийти. Они пожалеют, потому что тренировку пропустили. А когда будут сдавать уже нормы ГТО, тогда, соответственно, каждый покажет, на что он способен. Прыжки в длину, отжимания, стометровка. Судя по предварительным результатам, золотой значок ГТО у Анастасии Блиновой практически в кармане. По словам девушки, у нее никакой специальной подготовки. Только утренние пробежки и здоровый образ жизни. Вот и результат. Нормы довольно-таки адекватные. Я думаю, практически каждый человек, который хотя бы как-то занимается собой, вполне может их сдать. Это не так сложно. Но знать, на что способен, это интересно. Потому что я занимаюсь просто, но я не знала, какие есть нормативы, чтобы как-то посмотреть, сдаю я их или нет. Сейчас я понимаю, что я готова к труду и обороне. Депутат ЗАГС Собрания Лариса Емельянова тоже в отличниках спортивной подготовки. Для нее, как выяснилось, такие нагрузки – привычное дело. Я сделала, я собой довольна, я собой горжусь. Я молодец. Ощущения великолепные. Считаю, что спорт должен присутствовать в любом возрасте. Начиная с детского и заканчивая преклонным. Абсолютно. Потому что спорт – это бодрость духа, здоровье, настроение. Это все. Владимир Киселев на турнике личным примером показывает, к чему нужно стремиться молодежи. Первый золотой значок ГТО спикер ЗАГС Собрания получил еще в советские времена. И до сих пор в отличной форме. Есть у нас молодежь, которая спортивная. А есть молодежь, к сожалению, не очень спортивная. Когда они видят на взрослых уже, в общем-то, людей, которым за 50, которые могут делать такие же упражнения, как делает молодежь, они видят, им есть к чему стремиться. Члены молодежной думы, говорят, собрались в спортзале не только проверить свои силы. Самое главное – показать сверстникам, что тренировки – это не скучно и интересно. Любой спорт – это безудержное веселье. Конечно же, выполнить в тестовом режиме ГТО – это вместе со своими друзьями, в команде – это как позабавиться. Молодые люди показывают своей энергетикой, что нужно двигаться вперед и достигать больших успехов. Не только в общественной жизни, но и в спорте – это важно. Кстати, по словам устроителей тренировки, в сентябре на базе ВЛГУ должна заработать спортивная студия, где всех желающих обещают бесплатно научить технике выполнения упражнений ГТО. Оксана Любимова, Евгений Токарев, Шестой канал. День молодежи на городском пляже отменяется. По данным МЧС, на центральный регион России надвигается мощный циклон с грозами и ливнями. А потому празднование Дня молодежи на берегу Клязьмы с завтрашнего дня переносится на 11 июля. Остальные мероприятия в городе состоятся. Где и какие, нам расскажет гость. Сегодня это начальник управления по делам молодежи городской администрации Елена Аксенова. Здравствуйте, Елена. Добрый день. Так все-таки День молодежи не переносится. Или переносится одно мероприятие? У нас переносится только одно мероприятие. То, которое запланировано на городском пляже на Клязьме. Мы его перенесли на 11 июля, чтобы перестраховаться из-за того, что действительно обещают не очень хорошую погоду. Но мероприятие запланировано около Белого дома в 11 часов. Это фестиваль спортивных, уличных видов спорта. Он состоится. Короли улицы. Состоятся также соревнования «Экстрим волна» на Содышке. Все мероприятия в парках остаются. Вы можете не переживать и приходить в любой парк города. Управление культуры проводит мероприятие, посвященное Дню молодежи. Будет большая программа в загородном парке, в парке Добросельский, в парке Дружба. Что ждать жителям города Владимира 11 числа на городском пляже? 11 числа у нас запланировано большое количество спортивных соревнований как раз для жителей города. До 11 числа у вас есть еще возможность заявиться абсолютно любому желающему. Во дворах формируйте команды, приходите играть в пляжный волейбол, пляжный футбол. У нас будет фестиваль «Красок Холли». Это для молодежи, которая очень любит, а сейчас это популярное движение. У нас будет программа для молодых семей с детьми. От 7 лет дети могут принять участие в командной игре. У нас планируется большое количество диджей, выступлений диджеев. И музыки абсолютно разные. Маркет вдохновения. То есть молодые люди, которые изготавливают своими руками, какие-либо аксессуары для телефонов, например. Какие-то ручные куклы, сумки. Все это можно будет посмотреть. Хендмейт. Да, как сейчас модно очень. Ну и наши гости, которые были запланированы на завтра, это Ирина Астахова, поэтесса. Она также приедет к нам 11 числа. Мы с ней договорились, и все у нас получается. Поэтому вот эта программа, она не отменяется. Кинопоказ наш состоится, файер-шоу состоится. Я думаю, что за эти две недели, которые предоставлены нам теперь, мы наверняка в нашу программу внесем еще что-то интересное дополнительно. Накануне Дня молодежи хотелось бы еще немножко поговорить о вашей, наверное, деятельности. Сегодня, я знаю, в городской администрации вы вручали именные стипендии. Кому они предназначались и за какие, собственно, заслуги? Ну, действительно, наше управление занимается не только организацией мероприятий, но и мы всегда добиваемся поддержки молодых специалистов, студентов. И администрация города присваивает им вот такую именную стипендию разовую. Для студентов среднеспециального учебного заведения 4800 они получают, для высших учебных заведений 6600 рублей. Хорошие стипендии. Да, вы знаете, наверное, по окончанию сессии, для того, чтобы себе сделать какой-то подарок, это, наверное, хорошее подспорье. Ну, и, конечно, главное, это поддержать вот таких вот активных, молодых, для того, чтобы они понимали, что есть стимул, и чтобы и другие тоже равнялись и хотели быть стипендиатами. На этой неделе студенческий отряд Владимирский отправился работать, работать в РЖД проводниками. Почему, собственно, проводниками, и сколько ребята будут там трудиться? Город Владимир – это один из немногих таких муниципальных образований, которые создали студотряд из студентов, называется он «Импульс». Два месяца работают от Санкт-Петербурга до Мурманска, либо от Санкт-Петербурга до Анапы. Два месяца они работают проводниками, узнают всю сложность, но и в то же время романтику данной профессии, ну и заодно зарабатывают. А я напомню, что накануне Дня молодежи у нас гостем в студии была начальник городского управления по делам молодежи Елена Аксенова. Если у вас есть интересные темы для сюжета, звоните нам по телефону 36 66 66 или пишите на сайт 6tv.ru. Давайте делать новости вместе. Я же с вами прощаюсь. Хороших вам выходных.